Действительно разрушаются Минские соглашения проведением таких выборов? Или на самом деле такие выборы просто будут способствовать лишь консервации, то есть дополнительный фактор консервации конфликта, замораживания его на некоторое время? Или это всё-таки такой инструмент для торга? Не может же всё-таки Путин после того, как сказал, что да, нарушает, хотя Лавров говорил, что они готовы, буквально несколько дней назад, говорил, что ДНР и ЛНР готовы по украинским законам провести выборы. То есть тут вдруг вот этот указ. Но при этом так хитро, что они растянуты, денег нету. Можно же сослаться на то, что денег нету и вообще их не 18 провести, а 18 декабря. И не в этом году, а в следующем, да. А, да, 18 января. Вот как вы оцениваете вот это событие? Владимир, ещё раз добрый вечер. Ну, мне кажется, любую ситуацию мы должны рассматривать в первую очередь и через призму законов и правового понимания ситуации. Мы все должны понимать, что проведение выборов на неподконтрольных Украине территорий не по украинским законам, не влекут за собой никаких правовых последствий ни для украинских властей, ни для международного сообщества. Если говорить о переговорном процессе в рамках минских договорённостей, то вы знаете, что западные государства в целом и те, которые принимают в минских переговорах государства в частности, неоднократно заявляли о том, что проведение выборов на территории ЛНР-ДНР может происходить только по украинским законам. И такие выборы, если же и будут проводиться, то будут признаны только в случае, если они будут санкционированы Украиной как государством. И, соответственно, контроль над проведением будет осуществляться из Киева. В этом принципиальная разница. Почему? Потому что, согласно закону о выборах депутатов местных советов, в этом принимает непосредственно участие Центральная избирательная комиссия. И никакие другие органы не могут стоять над теми органами, которые санкционированы украинской властью. Поэтому, безусловно, вы абсолютно правильно сказали, что это всё элемент торга. И разведение этого процесса во времени указывает на желание растянуть время и в рамках этого времени, конечно же, получить себе какие-то дополнительные преференции. Но, с точки зрения правовой системы, понимания и вообще любой логики, Украина никогда не признает, западное государство также никогда не признает такие выборы, если они будут проведены не по украинскому закону. Если те участковые комиссии не будут сформированы именно по нашему закону, и, соответственно, если эти выборы не будут назначены там, в Верховной Раде Украины. Такая позиция, такое поведение ДНР, ЛНР, это только уличает их в их же несостоятельности. Объясню почему. Местные выборы предусматривают возможность прихода к власти на местам абсолютно любых элит. Что такое ДНР, ЛНР и на что они претендуют? Они претендуют на звание новой элиты на тех местах. И любые местные выборы дали бы им возможность утвердиться и легализироваться как такая элита. Возникает вопрос, а почему тогда те, кто там находится, так против проведения этих выборов согласно украинскому закону? Ведь если их проводить по украинскому закону, если вы не сомневаетесь в том, что вы настолько популярны, ребят, если вы не сомневаетесь в том, что вы пользуетесь народным доверием, проводите выборы по украинским законам, и тогда и Ангела Меркель, и Франсуа Алан, они выйдут и скажут, да, эти выборы проведены по закону, мы их признаем, и государство обязано с этим считаться. Так вот, вот эти заигрывания, вот эти манипуляции, вот эти дергания в сторону, что, ах, нет, мы проведем выборы по своим законам, мы проведем их в несколько этапов, более того, вообще, как можно проводить выборы без их регламентации? Это говорит только о том, что те люди, которые находятся там якобы при власти, ну, это действительно такой бандитский элемент. Главные, как бы, властные точки контрольные, да, это лидеры выборы мэров городов, глав районов, вот они пройдут, то есть главные люди, которые контролируют власть, и все остальное не так важно. Те, кто, в общем, обозначает власть какой-то группы.